В результате вчерашнего обстрела российскими войсками города Славянска Донецкой области погибли 6 человек. Количество раненых возросло до 19. Об этом сообщил мэр города Вадим Лях. По его словам, вчера был один из самых масштабных обстрелов Славянска. О его последствиях расскажем далее в сюжете. Все больше улиц Славянска превращаются в руины. Российские военные обстреливают город несколько дней подряд. Уничтожают жилые дома и инфраструктуру Славянска. Вот сюда вот стоять, сюда попал. А вы с деталями живете? Вот, мой дом. На месте разрушенных многоэтажек и частных домов люди пытаются найти хоть какие-то уцелевшие вещи и документы. Соскочили, давай быстро стекло, все убирать, подлетать. Ну, много, повырвало двери, окна. Вчера город подвергся самым мощным за последнее время обстрелам российских военных. Они применили против мирного населения реактивной системы залпового огня. В результате этих обстрелов разрушены более 40 жилых домов, гаражей. Попали снаряды и на городской рынок. Сидели мы на кухне, сильный толчок был. Выбежали в коридор, открыла дверь волной. Транс горела на третьем этаже. Все, вызвали пожар, выскочили все на улицу. Конечно, очень сильно испугали. Большинство местных жителей чудом уцелели. Мы ушли домой уже. Успели. Успели. Когда только первые измельчика туда кинули, мы все быстро собрались и ушли. Но спастись успели не все. Среди погибших ребенок много раненых. Результаты вчерашнего обстрела города Российской Федерации. Шесть погибших. Среди них девочка 10 лет и 19 раненых. Славянск остается одной из самых горячих точек в Донецкой области. В городе до полномасштабного российского вторжения проживало 100 тысяч человек. Сейчас осталось чуть больше 20. Их также просят уезжать в безопасные районы, пока есть возможность эвакуировать население.